Ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую в игрушке под названием Forza Horizon 5. Я не уверен, что эта игра еще не выходила на моем канале, так как я записал одно видео, и когда эти видео оба по этой игре выйдут, я не знаю. У нас в Forza добавили режим Hide какой-то, сейчас давайте посмотрим, что это. Так, да, Hide and Seek, прятки у нас добавили. Станьте угонщиком и доберитесь до места назначения, либо поймайте противника в роли охотника. Посмотреть знаки признания, это что такое? А, вот за это мы можем получать всякие приколюхи, подарки, давайте переместимся сюда, ехать, потому что далеко. Но, знаете, честно скажу, что я уже посмотрел видео Булкина, как это играется, режим этот, ну, чуть-чуть посмотрел. Сначала вообще я подумал, что не хочу эта игра, то что что-то сомнительное. Когда я посмотрел, как это вообще происходит, понял то, что, ну, типа, это реально красиво выглядит, красиво сделали пацаны. На машине за 50 миллионов стартуем. Надеюсь, это придаст какого-то фарта в нашу игру. Так, в порядке, скоро начнем, приготовьтесь, в целом я готов. На самом деле, кстати, удивительно то, что наконец-таки в Форзе вышло какое-то относительно плюс-минус крупное обновление. За три года этой игре уже как бы три года обновление вышло такое только сейчас. Конечно, могли бы вышибалу как-то обновить, хотя ее уже в этом году обновляли. Ну, в этом же году, если я не ошибаюсь. Добавили Цуру, машину Цуру, как-то она так называется, в турецкой. Так, игра Угонщик. На сей раз ты Угонщик. Машина Угончена. Давай я возьму вот эту. Цвет, ну, какой-нибудь такой. Мерседес. Пикап. Мерседес пикап-то называется. Давайте посмотрим, как тут так. Есть у нас карта. На самом деле, расположение тяжелое. Прячьтесь в течение четырех минут. Так, там типы, там типы, там типы. Нужно уезжать отсюда. Ой, чувствую, не повезет мне в первый раз, так как я без джойстика играю. Я не смогу как-то более двигаться, как трафик, в общем, я не смогу. Давайте срежем. Срежем, сразу же выйдем на... Блин, фары бы можно было выключить, вообще было бы шикарно. Вот если бы, знаете, можно было зажать кнопку наполовину, типа. То есть ехать со скоростью, там, обычного трафика. А я не могу так делать. Ай-яй-яй-яй. Так. Средство для отрывов кого-то полетело, меня спалили. И я отрываюсь по дороге. Ай-яй-яй. Промах. Ни по кому не попал в ней. Меня проверили. Так, я понимаю, первая катка, она будет проиграна. Давайте что-то попробуем оторваться. Как-то я еще взял не самую быструю машину. Может быть, все-таки что-то получится. Так, 25% уже. Тринадцать секунд до средства для отрыва. У них еще такие машины, блядь. Да что же он меня-то ранит-то, блядь. Че, я хоть по кому-то попал? О, попал. Попал по всем. Вообще хорошо. Так, 30 секунд. А, две минуты еще нужно продержаться мне будет, чтобы... Давайте их как-то путать. Право-влево там кататься, я не знаю. Машина у меня вообще не быстрая, чтобы делать какие-то непонятные маневры. Еще и камень. Вот это, кстати, очень нехорошо было. Давайте, давайте, я даже не знаю, что делать. Я даже не знаю, что и как мне делать. Тоже в камень человек въехал. Я так понимаю, на меня тут уже метку могли поставить даже. Все сейчас знают, где я нахожусь. Это не очень хорошо, это не очень хорошо. Ну, блядь, осталось очень мало. Но, кстати, шкала, она постепенно... Постепенно сбрасывается. Так, средство замедления на него вешаем. И улетаем вот так, вот. Ну, вы знаете, тяжеловато это. На первой передаче еще еле едет. Так, и в дерево. Тер, меня зажали. Так, типы на соба. Ай-яй-яй. Охотники побеждают. Играть снова. Блин, в целом режим неплохой. Интересно. Но сложно. Очень сложно. Очень сложно играть за угонщика. Еще и в первую игру, когда ты, ну, практически ничего не понимаешь. Когда ты практически ничего не понимаешь, что происходит. Так, давай посмотрим прогресс игры в прятки. Что это такое? Пять против одного. Награда какая-то. Нет. Ладно, давайте награду посмотрим потом. Все, игра у нас уже найдена. Хорошо подключение к сессии. Скоро начнем. Погнали. Вот, теперь я охотник. Теперь я охотник. Давайте попробуем за охотником. Ну, о, тут даже такая пашка 74. Окей. Давайте возьмем RS. RS-6. Красного цвета, как брал Булкин. Ну, за охотника попроще играть. По идее. Хоть я сам еще ни разу не играл. Так, показывает, что угонщик где-то там. Будет странно проиграть, на самом деле, сразу же. Будет странно проиграть сразу же, потому что вроде в прошлой игре я как-то проиграл, а в этой тоже проиграть должен. Ну, это странно. То есть, я думаю, что сейчас мы выиграем. Угонщик находится где-то у нас в лесу, вон запрятался, да? Дерево. Мне еще, может быть, не очень на руку играет то, что я переключаю передачи сам на клавиатуре. То есть, это тоже может создавать некоторые сложности. Да. Угонщик близко, говорит. Что-то он вправо куда-то поворачивает. Угонщик рядом. Угонщик рядом и гонщик. Это он. Да? Это он, да. Это не он. Так, у гонщика нашли. Угонщика нашли. Все, отметили, метко поставили, погнали за ним. Погнали за ним. Так, вы его что, остановили там или почему вы стоите? Да, ну, помните, вы остановили у гонщика. Нет. Нет, он ушел, он потерял... А, он замедлил и начал убегать, интересно. Куда он мог вообще поехать? Увидел, 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 увидел. Увидел, вот тут он проезжал, а ебаные лодки, ведите вы нахуй. Так, нету, но я вот точно, я его точно сейчас увидел на пляже. Точно видел, вот, вот мне, мне, мне не показалось, а по-любому, увидел. А, подожди, а почему мне метко вообще в другую сторону-то показывает? Ебаный тылев. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Опа, сзади, 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 сзади. Вот он, вот он, вот он, вот он, я же говорил, он на пляже. Мне же не показалось. Вот он, он прямо уехал. Вот он едет, вот он, вот он едет. Давайте, типа, догонять его. Ай-яй-яй, как некрасиво-то. Ай-яй-яй, как некрасиво-яй. Блин, да, на самом деле, сложное управление в этой вашей форте вообще. Блин, а тип-то хорошо играет, на самом деле. Меня замедлили. Причем очень, очень нехило, очень хорошо замедлили. Давайте осматриваться по карте, смотреть, где он может быть. Так, что там, огни какие-то. Это машин. Это не наш. Когда выйдет время, у гонщика появится точка, на которую он должен приехать. Я надеюсь, что мы, охотники, эту точку будем видеть тоже. Блин, вот я что-то не смотрю на компас, который показывал, где он может. А вот я думаю, плохо. Это, ну, все-таки следить. Так, 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 где? А где он? А где это он? Он туда уехал, походу. Вот оно, сзади. Сзади, сзади, сзади тип едет по дороге. Блин. Вот это, кстати, интересно, удобное относительно расположение. Относительно удобное расположение. То есть, его уже там рассекретили на 50%. А, это у него прогресс у гонщика. Подожди, нехорошо. Да, мы видим, где у него финиш. Видим, где у него финиш, и это не очень хорошо. Ну, в плане, это очень хорошо, но, типа, не для него. Он сзади вообще. Как-то так получается постоянно, что он сзади. Так, давайте мы просто перекрывать дорогу, наверное, да? Так, как мы будем поступать, как мы будем делать? Конечно, интересный вопрос, на который у нас интересных нет. Прогресс у гонщика растет. Так, он близок к финишу, очень близок. Он очень близок к финишу. Хоже, опять проиграем, ты представляешь? Че-то вообще нехорошо. Прям плохо идем. И три, два, один. Я обрязывался в дерево. Как же меня бесит деревья, Форзе, это просто ужас. Так, он там кого-то задерживает, на кого-то сеть накидывает. Гонщик. Догоните его. И мы проиграли, блин. Ну, очень хорошо. Блин, чё-то какая-то невезучая серия. Ну что, ты из чемпиона по прятке, тебя повысили уровень. Так, вперёд, не остановлюсь. Но это, конечно, всё хорошо. Только почему вторую игру подряд, за два разных... На двух разных ролях я проигрываю? Как так? Так, награду какую-то дали. Хочу сыграть и в игру. Окей. У меня 213 тысячков признания. Неплохо. Так, заезд найден. Да. На очередной сессии. Отлично, заезд найден. Сейчас, видимо, будем играть. На этот раз я надеюсь, что мне поведётся угонщик. И сейчас я уже планирую сделать всё по красоте. Охотник. Охотник Мулехи. В этот раз давайте возьмём BMW. Какой-то вот такой цвет. Потому что на такой BMW я вообще никогда не катался ни разу. Вы, охотник, отыщите угонщика. Используйте радар, чтобы обнаружить угонщика. Радар уменьшается, когда вы далеко от цели. И заполняется при приближении к ней. Угонщик далеко, угонщик близко. Ох, блин, тяжело это. Особенно, когда игроки какие-то как будто профессиональные попадаются. Но, наверное, в комментариях мне захотите за то, что я как лох. Это факт. Потому что я прям, ну, вот что нехорошо. Как-то езжу. Все дома, все деревья собрал. Кстати, машинка нет. Блин, но такой машинка у меня в обычной игре. А я как понимаю, нужно покупать какой-то торпак для того, чтобы она не была. Какой-то торпак. Но такой машинка я бы хотел. Прям вот это какая-то крутая идея. Так, мы вдаем стеклом куда-то поехали. Остальные катаются по дорогам. Почему-то игнорируя компас, как это иногда делаю я. Но компас, как бы, он очень хорошо помогает славову, потому что он прям показывает точное направление. Ну, как, точное, относительно точное направление. Так, сделали сальтуху. Неплохо. Сальтуху у нас дальше, как говорится. Интересно, эта машина раздает богом. Только сказал сразу поехали. Но в целом нормально. Да, знаешь, неплохо. Такую машинку можно в целом взять, но я не знаю, как в этой игре взять. Если знаете, напишите, пожалуйста, комментарии. Будет очень интересно. Да, в целом напишите комментарии. Я почитаю все ваши комментарии. Опа! Я его увижу. Я его увидел. Опа! Так. Что он там делает? Почему он прозрачным стал? Он, видимо, откинул ловушки и ни в кого не попал. Угу. Так, я его вижу. Я его вижу. Догоняй, мой ребят, догоняй. Перезарядка проверки, не могу сейчас проверить. Давай-давай-давай на Audi свой. Ну, мы знаем, на каком она машине, на каком он машине, и какого машина цвет. А это уже как-то... Он не сможет сейчас стопнуть, по идее. Да. Да, да, да. Но какой-то... Какую-то часть все-таки мы уже у него отбили на 25%. Почему у нас играют только два человека, вот это мне не очень понятно, мне очень нравится. Куда он мог поехать, мне интересно. Не видел я, к сожалению. Так, третий подсоединяется, хорошо. Машина, конечно, еле едет, нужно Audi RS, братья, это уже понял. Вон он едет. Что вы его не останавливаете? А, это не он. Прикольно будет сейчас, если окажется, что это он. Так, так-так-так, что? Он может быть снизу где-то, нет? А? Что, он может где-то в воду спрыгнуть? Вон где-то близко. Я вот почему не думаю, что он где-то здесь. Это было бы просто логично ему здесь спрятаться. Так, какие, он? Он все-таки где-то там, а не где-то здесь. Вон какие-то лодки очень хорошо останавливающие. Ну, давай сейчас заедем, и я кину проверку. Ну, кто там газуется? А как мне отсюда выехать? Я-я-я-я-я-я-я-я, мне вообще-то не сюда бы, мне вот туда. Ну, все-таки та машина, это был он. Может быть такое? У него, кстати, прогресс-то падает. О, точнее, наш прогресс в поисках охотников. Я его вижу. Я его вижу, я кинул на него метку, он мне хоть и дал замедление, но... А, блин, он скрылся. Еще 10 секунд. А, а я как раз у его финиша. Че? Я как раз у его финиша. Вот его и финиш, как бы че-то. Ай-яй-яй-яй. Ну, он сейчас, по идее, просто зайдет к себе на финише. Все. Не очень круто. И еще одна игра проиграна. Третья игра, и она проиграна. Это мне не нравится. Абсолютно. Гонщиков нет, продолжайте поиски. Так вон, Жан-Жан, передо мной, блин. А вот круто, если бы сделали такую штуку, что если... Нет, хуйня. Короче, хотел сказать, что если заезжаешь в его сектор эвакуации, то он не может эвакуировать, но это бред, просто... Я тоже понял. Давайте сыграем еще одну последнюю игру. Блин, вот что-то я не знаю, вот в чем проблема. Не пишите в комментариях, не понимаю вообще. Почему я проигрываю, просто я. Третья игра, я проиграл. Наша команда, точнее, проиграла. Ну, знаешь, карта в целом, ход прятки переделана неплохо. То есть она красиво выглядит. И, ну, как будто в целом подходит даже. Такая мрачная атмосферка. Я еще и люблю плохую погоду, а там она есть. Ночь, иногда на некоторых картах иногда утром. Короче, красота. И теперь я знаю то, что в BMW выбирать не надо. Нужно выбирать ауди. Игра найдена, охотник. За охотник в этот раз давайте выбираем красную RS6. И в этот раз нам нужно выиграть. Так как это последняя игра. Ну, крайняя, давайте так. Крайняя. О, кстати, город. Очень удобная карта для угонщика, по идее. Потому что можно тут легко прикидываться трафиком. Ну, как мне кажется. Легко, потому что ты ездишь по городу. Потому что ты ездишь по городу, по дороге. Тут дороги больше. Тут очень много дороги. Вот, к примеру, если сравнить с картой, где чисто автодром. Две полосы, дорога и автодром. Там намного сложнее, думаю, прикидываться. И вот такая красивая картинка, и как мало FPS. Хотя нет, знаете, FPS в целом нормально. FPS немало, поэтому все нормально. Тут еще понял. Фиг да едешь до угонщиков. Вот этим всем лабиринтом, по этим всем маршрутам непонятно. В целом не люблю я этот город. Хотя он довольно-таки красивый. Дождик на улице. Атмосферка, так скажем, погодка приятная. Узнать бы еще, на какой машине передвигается угонщик. А я поеду, давайте вот так вот, как-то дало место. Так. Это на пониженной передаче. Вместо вот так вот. Так, похоже, я его увижу. Я его вижу. Я его увидел, перевернулся, сделал миллион сальто. Я его вижу. Я его увидел. Вот он. Вот он сзади, либо спереди, либо сзади. А, нет, это не он вообще. Не дуганчику. Да ну, ладно. Это няня, не извиняюсь, пацаны, что на вас напиздел. Гребаные деревья. У него еще две минуты, нужно продержаться. А мы его даже не нашли. Ну, конечно, с какой-то издой мы его прямо сейчас найдем. С какой-то издой, ну, вообще сейчас нахуй идем, да. Угонщика нашли, отлично. Сейчас тогда полный газ в его сторону. Полный газ, так чего там замедлили, отлично, между деревьев пролетел. Прямо на дерево. Отлично, как птица, блядь, ебаная. Че, нахуй, нахуй, на птицу похож. Так, ну, там, типа, его рассекречивает. А, нет, не, рассекречивает все в обратную сторону. Пошел прогресс. Ну, вот этот задний дворник, просто как тахомик туда-сюда, туда-сюда. Да, угонщик рядом, угонщик слева. Я вот, я слышу машину, я заслужу двигателя угонщика, вон там, где-то. Он где-то здесь, в середине домов. Блядь, угонщиков нет. Сейчас я чувствую, пересекнем себя с угонщиком. А возьму-ка я мышку в руки. Возьму-ка я мышку в руки, потому что на стрелочках не особо удобно вращать камеру. По звукам, только если что-то пытаться определить. Слева, слева, вот там вот он. Вот он здесь где-то. Спереди. Я понял, где он. Он может быть вообще под землей, кстати. Может быть такое, что он под землей, интересно. Вот он здесь. Он что, реально под землей? А как мне проехать под землю? Как мне под землю проехать, интересно. Это сейчас по этой дороге проехал, чтобы у меня она открылась. А то еще там у меня была закрыта дорога, и я решила прямо сейчас открыть нахуй. Самое же время, я считаю. Ну, если угонщик продолжался вот эти три минуты, или сколько ему там нужно, то он считается, что победил, скорее всего. Грубо говоря, победил, потому что... Чего? Это ведь не он. Это не он. Но выглядело, выглядело как будто угонщик. Ладно. Погнали к пацанам, там что-то они катаются. Все, и он ушел. Блин, ну, дорогие друзья, вот такой вот режим. Пишите в комментариях, понравилось, мне понравилось. Если понравилось, я еще буду снимать этот режим. Ну, вроде прикольно, но вроде я и все игры проиграл, какой-то минус лайп, честно говоря. Хотелось бы выиграть. Ладно. Дорогие друзья, сейчас черный экран пройдет, чтобы красиво сказать. Дорогие друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и всем до скорой встречи.